Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня поговорим о том, когда обычное уныние становится диагнозом. Что такое депрессия? Какие у нее симптомы? Затронем тему антидепрессантов. Что это за препараты? Как воздействуют на организм и психику человека? С нами в студии психотерапевт Владислав Андропов. Владислав, здравствуйте! Здравствуйте! Тема такая осенняя у нас, хотя осень все не наступает, точнее она наступила, но радует нас своей погодой. В принципе депрессия и осень это как-то связано? Погода может влиять как-то на развитие? Есть понятие сезонной депрессии, то есть когда именно частота случаев заболеваемости и ухудшение состояния аффективного человека развивается в осенне-зимний период. А что такое в целом депрессия? Какие у нее симптомы бывают? Депрессия – это психическое расстройство со стойким патологическим снижением настроения, а также негативным, пессимистическим видением себя, своего опыта, своего будущего. То есть есть такое понятие триады депрессии по Крепелину, то есть это как раз-таки стойкое снижение настроения, это идиаторная заторможенность, то есть мыслительная, когнитивная заторможенность и моторная заторможенность, когда у человека замедлены движения, речь, ну вообще любые его движения. Другая триада по БЭКу, то есть это когда происходит дезадаптивное мышление относительно себя, своего опыта и своего будущего. То есть это какое-то субъективное такое состояние? Ну это не только субъективное состояние человека, с депрессией его видно и со стороны, там также есть изменения работы в организме. То есть у больных с депрессией нарушается циркадный ритм, то есть суточный ритм, нарушается сон, нарушается аппетит, нарушается либидо, нарушается работа желудочно-кишечного тракта, допустим, запоры при депрессии, они более вероятны, более часто происходят. А какие-то степени развития этого состояния вы выделяете? Да, конечно, выделяется. Именно степени это легкая, умеренная и тяжелая степень, в зависимости от количества симптомов. То есть легкая считается, когда 2-3 симптома депрессии есть. Умеренная это уже 4-5. И тяжелая это когда максимальное количество симптомов и добавляется туда. То есть есть тяжелая форма с психотической симптоматикой. То есть когда еще и присоединяются, допустим, различные бредовые состояния. А какие-то последствия есть у депрессии? Каким-то, может быть, еще другим заболеванием? Самые разные последствия. Ну, в первую очередь, депрессия – это социальная дезадаптивность человека. Нарушается его адаптация, и ему тяжело в обществе находиться, жить. Следующее – это очень высок риск суицида. То есть считается, что депрессия, смертность от депрессии, суицид, он на восьмом месте в мире после всех остальных. То есть вначале идут сердечно-сосудистые заболевания, там, там, онкозаболевания. И вот на восьмом месте риск суицида. Это достаточно высоко. Также при депрессии могут развиваться, как бы, ну, коморбидно, то есть второе заболевание. Либо на фоне депрессии может, например, развиваться какое-то соматическое заболевание. Это тогда идет речь о психосоматических расстройствах. Также и соматопсихические, когда на фоне, допустим, какого-то тяжелого соматического заболевания развивается депрессия. А есть ли какая-то статистика, может быть, какие-то данные о том, что в современном мире больше людей страдают этим заболеванием? Потому что вот раньше говорили... Точнее, наоборот, сейчас говорят, что это все от безделья. Раньше вот там работали в поле, вставали в пять утра, и некогда было думать об этом. Скажу так. Готовясь к этой передаче, я решил освежить свои данные по статистике. И, знаете, очень разобщена информация. В среднем считается, по России, по данным ВОЗ, это 5,5% депрессия. Вроде бы небольшая цифра. Но на самом деле, я вот как бы дальше стал размышлять на эту тему, вот это МКБ-10, где собирается вся статистика по заболеваемости, депрессия зачастую не устанавливается. Допустим, есть два заболевания. Допустим, шизофрения. Врач с большей вероятностью поставит просто диагноз шизофрения, а депрессия, как бы он будет просто учитывать, что в течение вот этого более крупного заболевания есть этапы, где развивается депрессивное расстройство. И поэтому много, я считаю, где депрессия не учитывается. Потому что нужно тогда ставить два заболевания, оба заболевания обосновывать. Это, ну, двойная работа получается для врача как вот печально. Еще наверняка многие не обращаются. Да, многие не обращаются. Очень много депрессии пропускается в общемедицинских стационарах и, ну, поликлиниках, где человек обращается, например, с хронической, там, ишемической болезнью сердца. Там есть депрессия, очень высок процент, но это как бы не учитывается зачастую. А терапевты, получается, ну, не могут диагностировать это? Нет, они могут диагностировать, но просто не всегда это как бы делают. Ну, самое главное, хотя бы, если есть риск суицида, они уже это дело не пропускают. И то есть врач общей практики, он тоже как бы способен вызвать на себя бригаду скорой помощи, если видит четкие критерии суицидального риска. Откуда она берется, эта депрессия? Причиной депрессии принято считать так, что есть экзогенные и эндогенные причины. Экзогенные, то есть это когда извне. Ну, самое такое распространенное – психогенные. То есть какие-либо, скажем так, события в жизни человека, которые происходят, они его травмируют, он определенным образом на это реагирует, и в итоге развивается депрессия. То есть психогенная причина. Есть эндогенные причины депрессии. Это причины, связанные с обменом нейромедиаторов. То есть у всех на слуху уже там серотонин, дофамин, норадреналин, анцетилхолин и прочее. То есть нарушается обмен этих нейромедиаторов и развивается депрессивное расстройство. А сколько по времени занимает развитие депрессии? Ведь это же… Ну, принято считать, что если у человека стойкое, например, снижение настроения длится более двух недель, уже можно, в принципе, подозревать депрессию. А если это месяц или больше, то это уже точно как бы показания, по крайней мере, для обследования человека. Может быть, просто в течение недели там какая-то сложная ситуация, там, сессия в институте? Ну, там все равно будет колебаться настроение. Оно не будет стойко сниженное, например. Будут различные, ну, как бы эмоциональные колебания. Ну, к этому, опять же, по одному симптому здесь не судят. То есть если, вот, допустим, легкая форма депрессии, там как минимум должны быть постоянно тоска, допустим, там, когнитивная, мыслительная заторможенность, двигательная заторможенность, это уже легкая, как бы, стадия степени. А если добавляются симптомы, допустим, у человека пропадает аппетит, раннее пробуждение, тяжело засыпает, прерывистый сон, вообще бессонница появляется, то все это уже, как бы, потихонечку утяжеляет симптоматику самого заболевания, расстройства. Допустим, уже он в умеренной степени, либо в тяжелой, там уже появляются суицидальные мысли и суицидальные попытки даже. А что все-таки должно быть таким первым звоночком для человека или для его близких? Вот желание лежать на диване и ничего не делать, это оно или что-то еще? Ну, я думаю, если человек до этого вел достаточно активный образ жизни, работал, были увлечения и, как бы, прочая, социальная активность, а здесь он две недели лежит на диване, я думаю, это уже повод, чтобы задуматься, по крайней мере, что с моим близким происходит. А как вы диагностируете депрессию? Ну, то есть диагностируем по симптоматике. То есть такие симптомы, как тоска, тревога, интеллектуальная двигательная заторможенность, идеи малоценности, суицидальные идеи, ипохондрические идеи, апатия, ангидания, дисфория, такая вот, скажем так, душевная анестезия. Все это вот симптомы депрессии. То есть просто из разговора, да, вот вам рассказывает пациент? Да, в принципе, в первую очередь, через беседу, через опрос. Конечно, есть, например, специальные опросники, там, та же шкала ХАЦ, там, или, там, шкала БЭКа на депрессию. То есть можно самому дома? Можно, да, самому пройти, чтобы, ну, по крайней мере, свое состояние отслеживать. А кто больше подвержен депрессии? Есть такая какая-то статистика? Я вот читала, что, например, женщины больше, чем мужчины подвержены. Так ли это? Да, считается, что женщины подвержены больше депрессии, чем мужчины. Где-то получается две трети, допустим, женщины и одна треть мужчины. Я думаю, это связано, во-первых, ну, с особенностями гормонального обмена и обмен нейромедиаторов. Мужчины от женщин в этом плане отличаются. То есть мужчины могут более, так, лучше контролировать свое психоэмоциональное состояние? Так получается? Ну, тут очень вопрос сложный. Есть такое понятие, как маскированные депрессии. Женщины, они все-таки больше идут на контакт, они более открыты, чем мужчины. А у мужчин-то зачастую депрессия маскируется. Даже, ну, я говорю, потому что вот эти статистические данные, они, ну, по моему мнению, они не особо достоверные. У мужчин депрессия зачастую маскируется зависимостью алкогольной, наркотической. Они обращаются просто. Да, они по-другому с ней, получается, живут с этой депрессией. Она прогрессирует. А что такое послеродовая депрессия? Это какое-то физиологическое состояние или, наоборот, это эмоциональное смирение с тем, что жизнь изменилась? Только ли женщина она касается? Это и экзогенные, и эндогенные факторы здесь присутствуют, потому что, во-первых, во время беременности и после родов происходит очень сильная перестройка гормональная у женщины. Особенно это связано с обменом пролактина, эстрогенов. И это является таким дополнительным фактором для развития послеродовой депрессии. Само собой, изменения в жизни. Особенно если это незапланированная беременность. Не все готовы, подготовлены к этому. Само собой, и у мужчины в жизни происходит изменение. На этот период после родов большая часть нагрузки в плане работы финансовой ложится на мужчину, который обеспечивает семью. Допустим, у него там свои факторы для развития депрессии. То есть может накрыть обоих, да? А почему одни женщины и мужчины впадают в эту депрессию, а некоторые проживают, ну, не ощущая ее? Или все-таки все проживают, просто кто-то справляется лучше, кто-то хуже? Нет, если депрессия развилась, то человек уже не справился. То есть это уже развилось заболевание. Потасковать мы все можем, погрустить мы все можем. Но одно дело, ты погрустил и с этой эмоцией прожил эту эмоцию, и дальше живешь. А другое дело, ты на ней зафиксировался, и вот эта вот эмоция, она превращается в дисфункциональную, в патологическую, в стойкую. И как бы есть просто факторы, которые предрасполагают. Во-первых, наследственность. Если в семье уже были люди, которые болели депрессией, то, допустим, в послеродовый период у такой женщины намного больше риск развития данного расстройства. Раньше же не диагностировали это? Как понять, есть ли в роду? Ну, это раньше, когда? 50 лет назад? Ну, 3-30 лет назад уже точно диагностировали. Все-таки, по крайней мере, при ближайших родственниках это можно выявить. Другие факторы, тяжелые сопутствующие заболевания, те же самые зависимости, все это повышает риск развития депрессивного расстройства. То есть можно в какой-то момент поймать вот какое-то такое состояние и не допустить развития депрессии, как-то прожить? Само собой, лучше, пока это только развивается, так же, как и любое другое заболевание, его лучше вообще профилактировать, чтобы его не было. Либо, если это на ранней стадии, то намного легче лечиться и корректируется. Так получается, можно это сделать? А как это сделать? Как это выловить? В первую очередь, это должна быть хорошая осведомленность о своем психическом состоянии. Через научение, как бы и в массах, то есть человек должен разбираться в своих эмоциях, уметь их отслеживать и понимать, что с ним происходит. Такой вот, как бы, уровень самонаблюдения, вот этот вот внутренний наблюдатель, он должен быть у человека более-менее хорошо развит. Тогда он сможет вовремя обратиться. А как проявляется депрессия у детей, которые не могут еще разбираться в своих эмоциях? Как им помочь, как увидеть? Скажем так, у детей, скажем так, это заболевание, именно так вот не ставят, чтобы депрессия. Это есть эффективно, у детей есть эффективные различные расстройства. То есть не бывает депрессии у детей? Ну, не принято так называть, скажем. Есть эффективные расстройства у детей, но чаще они все-таки проявляются в виде нарушения поведения, либо в различных тоже соматических заболеваниях. На что обратить внимание родителям? Если ребенок внешне, в своих поступках, в поведении изменился. Резко вдруг, да? Да. Ну, не резко вдруг, но он начал меняться и стал отличаться, чем было. С какими схожими заболеваниями путают депрессию? Ну, человеку кажется, что вот он в депрессии, а на самом деле там что-то еще, вот что это может быть? Здесь может быть много всего. Для этого и нужно обращаться именно к психиатру, чтобы он смог провести дифференциальную диагностику. Потому что и отделить. Это может быть биполярное расстройство. Это может быть такое вялотекущее течение шизофрении, где добавляется депрессивное расстройство. Это может быть просто классическая депрессия. Это может уже быть повторная депрессия, рекуррентная, но тогда уже до этого должна быть она диагностирована. И есть также циклотемия, дистемия, очень много различных форм, вариантов депрессии. И здесь просто нужно обращаться к врачу-психиатру, этого не стесняться, и там проводить именно уже по факту дифференциальную диагностику. То есть на самом деле все что угодно может быть, да? В принципе, да. Депрессия, она как бы сопровождает очень большое количество заболеваний. Являясь, допустим, либо первым заболеванием, потом какое-то вторичное заболевание, либо уже вторичным на фоне первого. А вот про антидепрессанты еще хотелось бы поговорить. Существует очень много мифов вокруг этих вот препаратов. Говорят, что они вызывают зависимости, какие-то суицидальные мысли. Еще много-много всего про них говорят. Вот расскажите, что это за препараты? Действительно ли они настолько воздействуют на психику и меняют сознание человека? Антидепрессанты – это препараты, которые показаны для лечения депрессии. Те препараты, те антидепрессанты, которые могут вызывать зависимость. Их на самом деле не так уж и много, и их сейчас достаточно редко используют. Это препараты последнего выбора. И они относятся к наркотическому списку. Большинство других антидепрессантов туда не относятся, и они не развивают физической зависимости к препарату. Ну а в плане побочных каких-то эффектов? Самая распространенная побочка, так называемая, это сухость во рту. Это может быть первую неделю небольшая заторможенность, сонливость, может быть небольшая, наоборот, ажитация, возбуждение. Но потом эта побочка, она проходит. Либо ее можно, опять же, корректировать дополнительными препаратами при назначении. Но, в принципе, те, допустим, пациенты, которые доходят уже до врача, как правило, это пациенты уже с большим количеством симптомов, с суицидальными мыслями, как минимум, возможно, уже и планированием, и попытками. Это прямые показания для назначения антидепрессантов. Здесь уже только одной психотерапии не обойтись. А вот как насчет информации о том, что сами антидепрессанты повышают риск каких-то суицидальных мыслей? У антидепрессантов это описано в побочном действии. Но я бы так сказал. Допустим, человек начинает принимать антидепрессант. Вначале он заторможен, как мыслительно, так и физически, допустим, на фоне депрессии. И там уже есть идеи суицидальные. Человек начинает принимать антидепрессант, у него вот эта заторможенность проходит. У него появляются силы и энергия. И если там есть выраженные суицидальные идеи, то он может начать их реализовывать. Для этого и назначаются тоже препараты прикрытия, чтобы влиять на эти суицидальные идеи. И другой немаловажный фактор. Допустим, если человек находился не один год в депрессии, и вот как бы так вот никто на это внимание не обращал, у него очень сильно нарастает социальная дезадаптация. И он начинает лечиться от депрессии, у него уходит эта симптоматика, а в жизни ему очень тяжело реабилитироваться. У него не получается то, что уже как бы много всего потеряно. И вот это тоже является таким очень весомым аргументом для таких вот страшных мыслей. А кроме препаратов, есть еще какие-то рекомендации, назначения, которые вот врачи применяют? Психотерапия. Используются различные подходы. Это и когнитивно-поведенческая психотерапия, это и гештальтерапия, это личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия. И очень много, скажем так, подходов, которые используются в лечении депрессии. А без антидепрессантов просто терапия, она будет эффективна? На легкой степени. А я вот в интернете прочитал, что новые современные технологии придумали такой способ, как-то ультразвуком воздействует на отделы мозга и лечит депрессию. Я даже нашла исследование какое-то, что из 14-ти больных депрессий 10 удалось вылечить таким образом. Вы что-нибудь слышали про это? Ну, есть, да, другие различные методики, которые используются в лечении депрессии. Это как раз-таки, когда идет влияние на, допустим, циркадные ритмы, вот депривация сна, к примеру. Путем через депривацию человека выводят из, скажем так, депрессивного расстройства и оккупируют. Но это не значит, что депрессию вылечили, это просто симптоматику оккупировали, а дальше-то нужно заниматься. Какие рекомендации можно дать близким, когда они видят, что что-то не то происходит с близким человеком? Заговорить с ним об этом и предложить ему помощь, его отвезти к врачу-психиатру. Когда депрессивное расстройство уже у человека формируется, здесь уже просто возьми себя в руки, не подойдет. Так же, как, допустим, здесь уже удочку человеку не дашь. Здесь у него уже нет ресурсов, ему уже надо рыбу давать. Есть такое как бы понятие. То есть здесь его пытаться взбодрить какими-то призывами, чтобы он себя взял в руки, здесь уже так не будет работать, потому что там как раз-таки нарастает различная симптоматика, которая забирает у человека ресурсы к жизни. И здесь просто его нужно брать и везти к врачу. Давайте под занавес выпуска еще раз проговорим про вот эти вот симптомы, озвучим, на что обратить внимание и самому человеку, и близким, если они увидят у члена семьи такие симптомы. Когда уже надо вставать и идти к специалисту? Когда человек в течение уже не менее двух недель находится в тревоге, в сниженном настроении, в тоске, дисфории, он раздражен, у него мыслительная, интеллектуальная, двигательная заторможенность, у него нарушение аппетита, нарушение сна, раннее пробуждение, суицидальные идеи он высказывает, либо просто высказывает мысли о том, что жизнь неинтересна и что ему как бы скучно жить. Он появляется, как бы показывает симптомы апатии, ангидонии, то есть отсутствие удовольствия от жизни. Это все показания для того, чтобы обращаться за помощью. Ну и бояться не надо, да? Конечно. В завершении выпуска, завершить выпуск хотелось бы все-таки на какой-то более позитивной ноте, а то у нас телезрители все разом возьмут и впадут в депрессию. Давайте, может быть, для наших зрителей какие-то рекомендации, как все-таки не впадать в депрессию, а сохранить психоэмоциональный баланс? Очень важно соблюдать суточный ритм, потому что выработка серотонина и мелатонина у нас напрямую от этого зависит. То есть нужно, по-хорошему, нужно ложиться где-то в 10 часов вечера спать, утром вставать, часов в 7-8. Очень важно соблюдать режим тоже активности, это занятия спортом, это различные увлечения, то есть физическая активность должна быть, правильное питание и работа со своими чувствами. Все чувства должны проживаться, особенно чувства грусти, утраты. Их ни в коем случае нельзя игнорировать или отрицать. – Благодарю, Владислав. На этом наш выпуск подошел к концу. В гостях программы «Разговор по душам» был психотерапевт Владислав Андропов. Берегите себя, не впадайте в депрессию. Увидимся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова